Приветствую вас, Нараним. И что касается статистики, здесь я согласен с коллегами. А лучше, что касается вашего первого вопроса, на чем лучше строить брак, то вы знаете, ответ на этот вопрос можно дать такой. Универсального, кардинального решения нет. Нет. Весь вопрос в том, что страстная влюбленность, как вы пишете, может пройти. Она может исчезнуть. Она может угаснуть. И тогда, если ничего после нее не останется, если после страстной влюбленности и за время их существования у вас не появилось к этому человеку взаимоуважения, понимания, каких-то моментов, связанных с восприятием друг друга правильно. То есть, это объективное воспринятие человеческих достоинств, объективное воспринятие человеческих недостатков, это возможность уступки и так далее. Нет, нет. Вот, по проходению влюбленности ничего этого не будет, то ваш брак станет несчастным. Это как спокойные чувства друг к другу, основанные на доверии у мошенников. Безусловно, в долгосрочной перспективе более оптимальны для семейных отношений, для построения семейного быта, для ведения общего хозяйства, для воспитания ребенка. Но, какие это спокойные чувства, приносят ли они вам радость? А значит, доставляют ли они вам счастье? Если нет, то их браки вы счастливы не будете. А не будете счастливы в браке вы, не будете счастливы ваше дети. Поэтому, отвечая на вопрос, кому выбрать человека, от которого трясутся в колене, или того, с кем рядом просто тепло, спокойно и надежно, выбрать стоит того, с кем вам лучше. Вам, само, с кем лучше. Потому что давать конкретные решения, конкретные советы в этом случае, принимать, по сути дела, выбор за вас, является неэтичным. Неэтичным, вы просто поймите, непрофессионально давать конкретные советы. Но, можно немножечко приоткрыть вам некоторые моменты. А именно, у вас есть некие потребности, некие идеалы. Вам, что-то нужно от мужчины, вам, что-то нужно от него. На этом, стоит акцентировать свое внимание. Что вам нужно от мужчины, что вы хотите от него получать. Что для вас важнее, что для вас ценнее. Родители, вы делаете мужчину счастливого. Вот, ориентироваться нужно на это. Сейчас вы будете с тем человеком, которого вы сами хотите делать счастливого. И если того мужчину, с которым вам хорошо, вы не стремитесь делать счастливого, то вам с ним будет плохо. Да, вам, безусловно, будет приятно, что вы находитесь в ласке, в заботе, в спокойствии, в надежности. Но, ваша энергия, ваша потребность любить самой, означает желание делать человека счастливым. Не будет удовлетворено. И в этом случае, вы будете не счастливы. А если с тем мужчиной, рядом с которым у вас трясутся колени, у вас будет желание делать его счастливым, то это прекрасно. Это лично вас сделает счастливым. Счастливой. Поэтому выбирать нужно именно на основе своих предпочтений. То есть, что для вас важнее? Значит, материальное состояние, надежность, материальное, значит, обеспеченность, стабильность, либо, духовное счастье и внутренняя гармония. Зависимо от того, чему вы отдаете предпочтение, и будет ваш выбор. Выбор делать нужно на основании своих ценностей, идеалов и стремлений. Это нужно очень четко понимать. Потому что противным случаем, если вы сделаете выбор не свой, то вам будет просто-напросто потом больно на то, что вы сделали не такой, а другой выбор. Далее, отдельно хочется сказать так. Если у вас есть, допустим, двое мужчин, между которыми вы хотите сделать такой выбор, и вы как бы мечетесь от одного к другому, желая понять, с кем же вам будет хорошо, то это свидетельствует о следующем. от одного мужчины получаете духовную подпитку, ага, значит, реализуетесь с ним на общественном уровне, как женщина. То есть, вот, это страсть, влюбленность, это тряска газ в колене и прочее. С другими мужчинами вы получаете все связанное с материальным и связанное со стабильностью. То есть, от каждого из мужчин вы получаете что-то свое. из-за этого у вас возникает вопрос выбора. И вот до тех пор, пока сам выбор у вас стоит, до тех пор, пока вы сами сомневаетесь в том, что же вам выбрать, по сути, нет правильного выбора. потому что в вопросах любовных отношений выбора стоит. Никогда не должно. По сути дела, если человек думает между кем и кем ему выбрать, то он будет жалеть и о том, и о том, в нерависимости от того, что он выберет. Потому что ему будет чего-то не хватать всегда. Потому что человек, в данном случае, ориентируется на свои желания, на свои потребности, на то, что ему дает мужчина. То есть, в данном случае, вот вы ориентируетесь на дату, вам дает мужчина, на то, что вы считываете рядом с ним. Но при этом, упускается из виду тот факт, что отношения нельзя построить только на том, что дает вам мужчина. Отношения построить можно на том, что и вы даете мужчина тоже. Что вы как бы выбираете человека, не потому что он вам дает то-то или то-то. Потому что вы хотите быть с ним. Вы хотите любить его. Вы любите его безусловно. Вы хотите делать его счастливым. И вот именно на этом, на этих основах, можно построить счастливые отношения. В противном случае, ситуация будет выглядеть так. Вы выберите того, с кем он будет, значит, как вы пишете. Тепло, спокойно и надежно. Выбрав его, вы будете ощущать потребность в страсти, в острых ощущениях, в чувствах. Соответственно, все время будете смотреть как бы в сторону. Все время будете смотреть на других мужчин. И будете влюбляться тоже. Потому что этого у вас не будет. Будет что-то, чего вам не будет хватать. В этих отношениях. Которые чисто вот объективно, с объективной точки зрения идеальны. Если вы останетесь с тем, кого вы любите, с кого вы влюблены и рядом с кем у вас трясутся колени, то, опять-таки, тут вам не будет хватать материальной обеспеченности. Вы не будете чувствовать себя, ну, как бы, хорошо. Вы не будете чувствовать себя. С международными женщинами и так далее. И тут нужно понимать, что есть желание, есть стремление, а есть влечение. Влечение. Так вот, истинное желание это то, что лишено каких-то материальных, значит, подтверждений, материальных стремлений. Когда вы говорите о том, что вы выходили в спокойствие, надежность, значит, тепла, он говорит желание защитить себя. Защитить, значит, защитить свое внутреннее спокойствие. А это, немного эгоистичное поведение. Потому что, вы эмундрируетесь на себе. Соответственно, раз вы концентрируетесь на себе, то и счастье ваше будет зависеть от вашего личного восприятия окружающего. Ваше личное счастье будет зависеть от мужчины, которым вы. Но при этом, это будет зависеть исключительно от того, чего вы от него хотите. Получается, такая игра в одни ворота. Поэтому, вам нужно определиться, что для вас важнее, вам необходимо определиться, что для вас сильнее, вам необходимо понять, значит, готовы ли вы, кому из мужчин мы готовы сами что-либо дать, сами что-либо, значит, давать, дарить. Готовы ли вы делать это, безусловно. И вот с тем мужчинам, к которым вы все это готовы, и нужно, и нужно строить отношения. И не думать о том, получится у вас брак или нет. Потому что гарантии в данном случае никто не дает. И в первом и втором случае может что-то получиться, а может и нет. Это дело случая, дело случайности. Поэтому нужно просто наслаждаться моментом, дарить, получать. И, если все будет естественно, все будет хорошо, все будет позитивно и правильно, то, если вы будете пленены друг к другу, если вы будете стремиться быть ближе друг к другу, доверять друг другу, то все у вас обязательно получится. И вы будете счастливы. А пока желаю вам всего доброго. И вот.